Вообще, так как слова имеют мало влияния на мозг, нужно знать некоторые инструменты, с помощью которых можно подать, так сказать, сигнал в мозг, чтобы ваши слова дошли до клиента. Если представить там левое и правое полушария, да, чтобы это все эмоционально можно было захватить, и клиенту было с вами интересно общаться и продолжать диалог. То есть, например, вот мы состоим все из атомов, из маленьких частиц, или вот как стройка идет, все строится на фундаменте, поэтому нужно сначала сделать захват внимания клиента, чтобы ему было с вами интересно. Второе, это можно назвать такая большая картина, чтобы он понимал, что у вас там большая фирма, было у него хорошее доверие к вам, чтобы он понимал, почему он хочет к вам обращаться. Потом вы делаете какое-то заявление, какой-то оффер, потом доказательства прикладываете, ну, утверждаете, да, почему вы лучше, чем другие. Потом идет закрытие возражений и завершение сделки. Важно понимать, что это не этапы, а это такие вот пунктики, чтобы мозг человека активизировался, чтобы он вас хорошо, внимательно слушал. Вообще, чем больше вы будете использовать инструменты влияния, так сказать, на мозг человека, тем больше будет вероятность закрытия сделки и продажи. То есть, важно к клиенту обращаться на «вы», чтобы были эмоциональные продажи, вы говорили с разными эмоциями, чтобы был контраст. То есть, вы ему одно показали, другое, разные варианты усвоения информации, чтобы это было визуально и на слух, и технически, чтобы он мог и так, и так принимать информацию. И чем меньше, тем лучше. Потому что, если вы хороший эксперт, не надо в клиента всю эту информацию впихивать, нужно точно просто отвечать на его вопросы. И ваша экспертность как раз покажется в том, что вы меньше говорите, да, и более уверенно. Тогда клиент будет у вас покупать.